Протали на зимой, если не оттепель, явный признак порыва теплотрассы или водопровода. Это место на Зминогорском тракте, где сегодня утром произошла крупная коммунальная авария. Без холодной воды остались 60 жилых домов. В зону отключения попали почта, пожарная часть, телецентр и институт садоводства имени Лисовенко. Вода уже бежала второй день, вторые сутки, потому что мы и в ночь здесь стоим, дежурим. Сегодня прихожу на работу и с утра опять вода стоит, дом покрытый. Рабочие приезжали, ремонтировали, но сказали, что у людей вода будет. Застать аварийную бригаду за работой нам не удалось. Когда мы прибыли на место, рабочие как раз собирались на обед. К этому моменту льда на проезжей части уже не было. Выход воды на поверхность прекратился. В 12 часов дня вода стала возвращаться в социально значимые учреждения. Вот нам уже известно, что она есть на почте. Но по словам работников водоканала, с которыми нам удалось пообщаться, авария еще не устранена. Работа продолжится уже после обеда. Утром 19 декабря было сделано переключение системы водоснабжения, в результате чего потребителям была возвращена вода. И в настоящий момент работы по устранению повреждений продолжаются. Коммунальные работы сегодня велись и вблизи перекрестка Кавалерийская-Юрина. Накануне вечером порыв водовода без блага цивилизации оставил несколько пятиэтажек и три девятиэтажных дома. Вода, вышедшая из повиновения людей, залила проезжие части дорог по Кавалерийской, Юрина и Шукшина. Это кадры с видеорегистратора, снятые жителям города. Автоинспекции пришлось вывести своих сотрудников, чтобы ограничить движение по залитым улицам. Как нам сообщили водоканали, водоснабжение здесь удастся восстановить не ранее, чем сегодня вечером. Алексей Янкин, Николай Шелко, информационный канал Город.